Ну, люди отказываются, массу отказываются держать позиции и идти в наступление. Почему? Потому что, я говорю, кидают на танки просто без ничего. Просто анукать мясо. Ну, то есть новостей уже около месяца я не видел, что вообще происходит. Кто где и как. Вот оно, ***, доказательство. Лежим посадки, ***, 8 человек. Впереди, ***, танки. И нас посылают туда, ***. Там впереди танк и бэха. Там осталось 4 человека, которые устали, они не могли дальше идти. Я сказал твоему зоднику, что я останусь с ними, попытаюсь их вывезти позже. От его зоднику шел со столами линии. Вот очередные украинские пленные. На этот раз из 93-й бригады, которая попадает в окружение здесь на Славянском направлении. Видео, которое публиковалось в интернете о том, что одно из подразделений этой бригады попало в котел, действительно подтверждается. Они говорят, что это они на этом видео. Многие погибли, многие не хотят воевать. Они подтверждают, что было написано такое письмо, в котором военнослужащие 1-й руке 3-го батальона 93-й бригады отказываются выполнять приказы. Потому что сейчас у всех большие потери. Последние 2-3 недели. Много мобилизованных, очень плохое настроение. Все пытаются уйти с переднего края, потому что очень большие потери идут. По слухам, у них потерь была 80% за один бой, за один день. И поэтому остатки людей просто отказываются идти в бой, потому что кидают на БМП против танков. Ну, видимо, это не те подразделения, которые ведут охоту на российские боевые машины с противотанковыми комплексами, как украинского, так и западного производства. Это обычная пехота. Соотношение на передовой мобилизованных к контрактникам 70-30. Это красноречиво говорит о потерях в среде профессиональных военных вооруженных сил Украины. Продолжение следует...